Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Год назад я завершил объязвивные отношения, которые длились 3 года. В них было все как в книжке. Насилие, газлайтинг, обеспенивание. Пыталась расстаться несколько раз и смогла наконец завершить все после трех нервных устрывов и понимания, что с физическим состоянием что-то не так. Бессонница, нет аппетита, постоянная апатия, концентрация внимания и память, как будто не были со мной никогда. И последним толчком к разрыву стало понимание, что у меня слишком часто начали появляться суицидальные мысли. После своего расставания я смогла проработать эти отношения, принять, понять, почему так случилось и как этого не допустить в будущем. И спустя полгоря после этого у меня начались новые отношения с человеком, которого я любила все свои горе учебы в колледже. Они прятлились в полгоре, МЧС сделал предложение перед моими и его родителями, а на следующий день признался, что он пытался быть натуралом, но у него не получилось. И прервал отношения. После первого разрыва у меня в жизни как будто начались эмоциональные качели с самой собой. Практически сразу после разрыва, буквально за месяц, я сбрела виски и постриглась очень коротко, хотя раньше никогда такого не делала. Перекрасилась в ядовито яркий цвет, уволилась с работы, переехала, набрала кредитов, съездила практически в другую страну, оплатив при этом не только за себя, но и за подругу. Вернулась к рисованию, обходила половину гор за лето и еще пару мелочей. Вслед за этим внезапно наступил полный упадок сил. Я перестал общаться с близкими друзьями, тяжело было встать с кровати даже. Так, пропал смысл вообще что-либо делать, включая работу. И такие периоды постоянно последуют меня уже в течение года. После второго разрыва они усилились. С момента разрыва прошел месяц. Первые две недели у меня как будто опять появился миллион идей. Я переспала с хорошим другом, сейчас расхлебываю последствия, потому что мой хороший друг по совместительству бывшей моей сестры. Обоюдно просто секс подручен. Нахватывалось кредитов наличными опять практически уже начало вести бизнес, не обдумываясь, конечно же. Сейчас уже неделю как дикий упадок сил. Еле встаю с кровати, не могу заставить тебя хотя бы убрать элементарные вещи. Стирку, и это смешивое состояние не дает нормально жить. Ну, на что бы я хотел обратить, пожалуй, ваше внимание? Это на то, что вы пишите О том, что бы проработало отношения, свои поняли и приняли, почему так произошло. Ну, то есть, вот, ну, буквально, буквально, как вы это делаете? То есть, как буквально вы, ну, вот, проработали. Ну, вот, ваши отношения. То есть, работали ли вы, например, с психологом, по данному запросу, да? То есть, ну, очевидно же, что, например, у вас есть, есть, ну, в какой-то степени, вот, определённая проблематика. Ну, вот, и вопрос здесь заключается в том, да, вот, что, ну, что вы с ней делали с этой, ну, с этой проблематикой, вот. А, прожили ли вы, вот, как-то, свою боль, которая, ну, которая у вас, вот, ну, которая у вас есть, вот, прожили ли вы свои чувства, которая, которая, опять же, опять же, у вас присутствует, потому что, совершенно очевидно, на мой взгляд, что вам больно. Совершенно очевидно, на мой взгляд, что, ну, вы, ну, вы страдаете. Вот. Вот. Совершенно очевидно. И вопрос, вопрос здесь заключается именно в том, на мой взгляд, вот, ну, прожили ли вы, вот, свои чувства здесь? Потому что, лично у меня есть такое ощущение, что не прожили. Вот. Вот. Есть у меня такое чувство, что, ну, по-прежнему у вас это как-то, ну, болит, что ли. Вот. 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 Есть такое ощущение у меня. И, если у вас это болит, то вам, ну, не желательно бы от этого убегать. А вы как раз, на мой взгляд, сейчас этим и занимаетесь. Вот. То есть, вы, на мой взгляд, занимаетесь сейчас конкретно тем, что, ну, сбегаете от своих эмоций. Вот. 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 Что, конечно же, конечно же, ну, не есть хорошо, скажем так. Вот. Что, ну, что, это само собой не есть здорово и вам это, в общем и целом, не помогает. Вот. Поэтому, на мой взгляд, то, что вам нужно, это вот, в первую очередь, прожить свои чувства и проработать их. Вот. Вот. Прожить боль. И так далее. Вот. Следующий момент, на мой взгляд, тоже важный, заключается в том, что вы действительно не просто. не просто так, ну, действительно, не просто так оказались в этой, ну, в этой ситуации. Вот. Вот. В которой, ну, в которой оказалась. Вы оказались в ней именно по причине того, на мой взгляд, что изначально себя достаточно сильно обесценивают. И это обесценивание, оно, на мой взгляд, до сих пор даёт о себе знать. Когда с вами расстаются, например, да, вот, ну, когда с вами расстаются, так скажем, молодые люди. Вам очень, ну, ну, боль. Вот. 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 Ну, выглядит, 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 по крайней мере, всё так, как будто вы, ну, подавляете это, как будто бы вы, убегаете от этого. Вот. Ну, если вы понимаете в данном случае, да, вот, как бы, ну, что я имею в виду. Вот. А ваши действия, вот, ну, другие действия, которые вы совершаете, это выглядит, как попытка таким образом обратиться с тем, что вы чувствуете. То есть, ну, вот, вам тяжело, очень. Вот. Для вас это проблема, то с вами расстаются. Вот. И вы, значит, ну, пытаетесь с этим бороться. Что, честно говоря, что, честно говоря, выглядит, ну, вполне адекватно. То есть, ну, понятно, вот, я не знаю, да, но выглядит, выглядит это выглядит. Выглядит. Выглядит это как, ну, вполне такая вот, вполне адекватная реакция. То есть, это, ну, ну, не выглядит, как, знаете, как, как что-то такое, вот, ну, как что-то неправильно, да, это не выглядит как что-то аномально. Вот. Поэтому я думаю, что вам просто надо бы как следует вот свои ощущения-то прожить. Вот. Я думаю, что вам нужно как следует свои эмоции прочувствовать, да, оплакаться, если угодно. И дальше уже, я думаю, ну, будет легче. Вам. Ну, понятно, что я здесь говорю именно с позиции психотерапии, да, я здесь не говорю с позиции психотерапии. Ну, понятно, почему я надеюсь, потому что экстрамиры психотерапии, конечно. Ну, понятно, почему я надеюсь, потому что... что вы для себя увидите этот момент, вот, и, соответственно, сможете уже решить, что вам делать дальше. То есть, если вы считаете, что у вас есть проблема, да, если вы считаете, что вам это мешает жить, ну, вот, соответственно, обратитесь к врачу и этот вопрос решается как медикаментозно, так и, соответственно, психотерапевтически. На мой взгляд, на мой взгляд, попадание в объективные отношения обусловлено чем заниженностью наценкой, страхом, страхом, ну, такой страх одиночества, вот, и, собственно, глобальное обесценивание себя. Я бы так сказал. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, интересен. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью.